Всем привет! С вами Евгения Лаврова. И сегодня мы поговорим с вами о таком материале, как акварельные карандаши. Думаю, у многих еще есть вопрос, что это такое, как этим пользоваться. И для тех, кто интересуется и пробует различные материалы, я, наверное, не сделаю какого-то открытия, но надеюсь, что видео будет полезно не только новичкам. Многие задаются вопросом, чем же отличаются акварельные карандаши от обычных цветных. Ну, могу сказать, что в названии у нас уже есть подсказка. Слово акварельные, как и акварель, акварельные карандаши используют с водой, и весь их потенциал раскрывается именно с ней. Грифель у акварельных карандашей водорастворимый, в отличие от цветных. Поэтому мы можем себе, ну, очень грубо представить, что акварель как-то спрессовали в стержи, не поместили в карандаш. И сейчас большой выбор акварельных карандашей, хотя это относительно новый материал. Их можно купить как наборами, так и у некоторых производителей. Такие карандаши продаются поштучно, как и цветные. Но как же мы можем отличить акварельный карандаш от обычного? Обычно на упаковке или непосредственно на самом карандаше стоит определенная маркировка. Это может быть указание словами, например, аква, как у карандашей Малевич. Или, например, с обратной стороны написано акварельный карандаш. Или, например, на карандашах может стоять значок кисточки, что будет обозначать, что карандаш акварельный. Ну, а нам сегодня надо выяснить, как же этими карандашами пользоваться и что они могут нам предложить, какие есть у них возможности. Ну, в первую очередь я бы хотела показать, что карандаши размываются водой. Мы можем нанести небольшой слой и при помощи обычной кисти и воды этот слой размыть. В данном случае мы практически полностью размыли карандашный слой. Но мы также можем, кроме простого размывания, использовать наложение. То есть мы можем какой-то новый цвет получить. Например, мы возьмем голубой карандаш, добавить поверх него розовый и опять же размыть. При этом мы получаем совершенно новый цвет, в отличие от цветных карандашей, когда они работают на просвет. И у нас новый цвет получается просто за счет просвечивания одного цвета через другой. Здесь же в акварельных карандашах мы этот цвет можем получить именно смешиванием, как в акварели. Ну, или, например, возьмем и сделаем какой-нибудь темно-зеленый оттенок. Я к нему примешаю, например, вот такой темно-синий. Если мы этот слой размоем, у нас получится совершенно новый цвет. То есть, в отличие от цветных карандашей, эти карандаши мы можем накладывать друг на друга, размывать и получать новые цвета. Например, те, которые нам не хватает в наборе. При этом мы должны где-то отдельно потренироваться, чтобы посмотреть, какие цвета при смешивании у нас получатся. То есть, не в работе непосредственно это делать, потому что иногда могут получиться очень даже неожиданные результаты. А где-то отдельно потренироваться и посмотреть, какой цвет мы получим. Точно так же мы можем недостающие цвета подобрать за счет наложения. То есть, посмотреть пропорции смешивания. Например, одного цвета мы добавили чуть больше, другого чуть меньше. Если нас этот оттенок не устраивает, мы немножко уменьшили пропорцию того или другого оттенка. Теперь, что же мы можем нарисовать этими карандашами и в какой технике. Я знаю многих, кто пользовался акварельными карандашами как цветными. То есть, мы можем работать ими как обычными карандашами. Прикинули какой-то тут сюжетик. Допустим, нарисуем дерево. И непосредственно заштриховываем как обычными цветными карандашами. Я выполню очень быстро, чтобы нам не сильно отвлекаться. То есть, мы точно также добавляем в теневые участки более темный оттенок и работаем за счет наложения различных цветов. Кроме того, я хочу заткнуть на заготовку. Ну, то есть что-то вот в таком духе. Но приблизительно то же самое мы можем проделать и потом размыть этот слой. Давайте нарисуем какой-нибудь другой вариант. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть мы нарисовали какой-то сюжет, а теперь аккуратненько размоем. Сначала я начну с неба, как с самого светлого. Размоем немножко у сосны крону. Также сзади стоящее дерево. Здесь мы можем использовать технику неполного размытия. То есть где-то мы полностью размываем, а где-то мы оставляем штрихи, чтобы они добавили нам какую-то фактуру. Также таким способом можно уводить немножко вдаль. Делать более мягкое размытие и куда-то уводить. Или, например, смешивать задний план с передним. Также наш рисунок после того, как он высохнет, можно доработать уже по-сухому. То есть если нам где-то не хватило тона, где-то не хватило плотности теней, мы можем это уже добрать непосредственно акварельным карандашом по высохшему слою. Еще один вариант, который вы можете использовать, это когда вы наносите какой-то предварительный акварельный слой. То есть делайте акварельную подложку. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как слой высохнет и бумага у нас будет полностью сухая, мы сможем доработать эту акварельную подложку уже акварельными карандашами по-сухому. Ну и пока этот слой у нас сохнет, я хочу предложить вам еще сделать различные эффекты. То есть если мы возьмем, например, какой-нибудь розовенький оттенок и вот так вот настрогаем чуть-чуть грифеля, можем взять еще какой-нибудь оттенок. Например, вот хочу сиреневый взять. И если мы все это сбрызнем водой, то у нас могут получиться различные акварельные эффекты. Такие эффекты мы можем использовать на абстрактных фонах. Также акварельные карандаши могут писать по-мокрому. Если мы немножко смочим бумагу и возьмем какой-нибудь акварельный карандашик, то мы можем этим акварельным карандашом что-нибудь нарисовать. Единственный минус в таком способе, после того, как вы мокрым акварельным карандашом порисовали, вы уже не сможете стереть или размыть его. То есть по-влажному они уже не растворяются. Также акварельными карандашами можно наносить какой-то базовый слой, то есть работать не графитовым карандашом, а акварельным, например, под акварель. Тогда у вас этот карандаш может размыться во время рисования акварелью, и вам не нужно будет беспокоиться о том, что, например, какой-то графитовый слой просвечивает через акварель, то есть он растворится вместе с акварелью. Также за счет акварельных карандашей вы можете сделать какой-то плавный переход. Например, вам нужно сделать от какого-то темного цвета через, ну, допустим, какой-то промежуточный. более светлый. Вы можете размыть и получить более мягкий градиент. То же самое вы можете сделать с переходом, например, какого-то желтого оттенка, в охристый и из охры, например, в оранжевый. Такой метод, когда вы будете послойно накладывать карандаши, вы можете использовать, например, для неба, для каких-то фонов, для более плавных растяжек. Итак, здесь у нас уже немножко подсохло. Лучше, конечно, дождаться полного высыхания, потому что акварельные карандаши не очень хорошо рисуют по влажной бумаге. То есть, когда у нас бумага мокрая, они очень хорошо отдают пигмент и выглядят достаточно яркими. Но если бумага уже впитала в себя воду, но еще не высохла, то по ней акварельные карандаши будут писать очень бледно и ненасыщенно. Поэтому, если вы будете очень сильно давить, вы можете повредить бумагу. Ну, давайте попробуем. Например, я хочу доработать немножко штрихами, где-то усилить тени, добавить фактуры, и так далее. И так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть можно слегка доработать вот так, уже поверх акварельного слоя. При этом различные акварельные карандаши могут вести себя по-разному. Например, карандаши фирмы Малевич очень неплохо стираются. То есть если вы где-то слишком много взяли плотность тона, или что-то вам не понравилось, вы можете стереть. Ну вот, например, давайте посмотрим вот здесь. То есть вы можете слегка высветлить слой. Как уже размытый, так, например, и в сухом виде. Какие-то карандаши стираются лучше, какие-то хуже. Это будет уже зависеть непосредственно от фирмы карандашей. Я вам показала три основных способа, как можно рисовать акварельными карандашами. Но, конечно же, ни в коем случае не ограничивайте себя. Пробуйте, исследуйте, и вы можете для себя открыть что-то еще более новое. Акварельные карандаши, конечно же, не заменят акварель. Но вдруг, если у вас под рукой не будет акварели, можно, например, использовать грифель акварельного карандаша и непосредственно брать цвет с него. Это если что-то вам нужно легонечко протонировать. Сразу скажу, что этот способ не очень, так скажем, полезен для самого карандаша. Потому что мы постоянно мочим грифель, у нас намокает древко. Соответственно, дерево может портиться, может загнивать или деформироваться. Но в каких-то крайних случаях так пользоваться тоже можно. Поэтому, мне кажется, у акварельных карандашей достаточно широкий спектр возможностей. И вы каждый раз, используя их, можете сделать для себя какие-то новые открытия. Всем спасибо за внимание. Пока-пока! Продолжение следует...